ребятушки всем привет можете сразу пальчик вверх поставить сегодня будет у вас такая информация очень классная и собственно говоря проверенная я езжу в такси работаю и не одну тысячу намотал даже не одну сотню тысяч намотал на автомобиле deolanos и могу с вами поделиться вот таких вот приколов вот это бачок у меня вообще изначально стоял родной здесь бачок джемовский я потом когда он лопнул джемовских бачков есть проблема они лопаются вот здесь я поменял поставил бачок ракета называется бачок если вам видно типа украинский бачок в нем чем разница есть видео на канале он собственно говоря сделан с такого вот пластика и втулочки здесь пластиковые стоят и его хватает ровно на год почему потому что просто вот эту резьбу через год либо срывает либо ведет вы не можете закрутить просто напросто сюда крышку в итоге что приходится высверливать вот эти отверстия для того чтобы хоть как-то антифриз здесь проходил на том бачке уже который стоит уже высвелено мудрить что-то с крышкой в общем я задумал купить бачок оригинальный смотрите вот так вот выглядит бачок оригинальный но не совсем это оригинал здесь в отличие видите здесь пластиковое отверстие отверстие миллиметра два два с половиной здесь может три максимум здесь отверстие пятерка по любому то есть разницу я думаю вы видите конкретное здесь отверстие плюс ко всему здесь везде на 17 здесь ну тоже типа пишут на 17 но в общем ребят короче этот бачок лучше этот бачок делается на оригинальном заводе вот так вот здесь выглядят надписи кому интересно остановите посмотрите вот так вот выглядит наклеечка джем типа все дела германия делается на том же заводе что и оригинал единственно он на 100 гривен дешевле данный бачок стоит 220 гривен вот этот бачок можно купить за 150 130 гривен ну сейчас они подорожали в районе 160 гривен стоит ракета и хватает на год этот бачок практически вечный ребят в чем отличие от оригинала оригинал матовый бачок здесь глянцевый видите такой блестящий пластик получается но он ничем не хуже то есть по толщине я обсматривал резьба хорошая то есть если сравнить какая резьба здесь никудышная и какая резьба здесь то ну намного лучше резьба на джемовском бачке в общем рекомендую к покупке вот такие вот джемовские бачки которые собственно видите блестящего такого плана потому что родной стоит бачок 340 этот стоит 240 и в принципе ничем не отличается ребятки всем добра вовла позитивчика тоже кстати модель корея пишите в комментариях какие бачки вы используете я вот или пришел мнению что лучше не играться купить нормальный оригинальный бачок типа в кавычках всем ребят пока пока напишите кто может использовал такой именно бачок который сделан тоже на том же заводе который и джемовский фирменный обязательно подпишитесь на мой инстаграм тик ток и телеграмм группу таксистов города харькова и пишите свои комментарии может что-то для меня тоже будет новенькое пока пока до новых встреч